Добрый вечер! Спасибо большое, что у вас тут так много и пришлось расширять площадь проведения. Парни поскромничали, видимо, и подумали, что нужно немножко. Оказалось, что людей очень много. Сегодня, благодаря глобальной инициативе, 8 городов в мире, мы сейчас одновременно с Лондоном, сервис MixCloud, всеми нами любимый, решил что-то сделать про будущее, поговорить. Соответственно, благодаря стараниям Росюнайтед, в общем-то, собрались представители творческой техно-клубной рейф-интеллигенции. Меня зовут Илья Воронин, я главный редактор российской редакции MixMag, ваританского, ну точнее, в общем-то, который корнями, соответственно, оттуда. Здесь же, наверное, представлю моих коллег, по несчастью, Арсений Насонов, Штекеншнайдер, Ильдар Занединов, Госзвук, лейбл, ИНИ, наука и искусство московские, Дима Агалаков, да, Дима Агалаков, Росюнайтед, Кирилл Сергеев, Кита Джемпери, правильно? Кита Джемпери? Ну, да, кто-то как говорит. И будущий проект Кузня, который куется, значит, где-то на просторах Питера. Роман Тано, Special Case, и Андрей Мухоморов, База, у которой сегодня день рождения магазина, 18 лет, самый долгоиграющий диджейский магазин. Наверное, вы не думали, да, наверное, что 18 лет продержитесь? Пастов можно уже, а, можно жениться, по-моему, или нет? А, выборы, голосовать можно? Можно пить, все. Пить, да, кстати, точно, точно, алкоголь продают бесплатно, точно. Соответственно, и, в общем-то, этот круглый стол, полукруглый стол посвящен, озвучен так, что культуру электронной музыки в России. Насколько я знаю, во-первых, этот год, он такой юбилейный, можно сказать, что 25 лет назад в Москве с стараниями питерских, ленинградских художников, авангардистов про грохотал Гагарин Пати. В общем-то, считается, что с этого времени рейф пришел, ну, не рейф, а, в общем-то, диджейская вся эта история пришла в Россию. Можно ли, и всю вот эти 25 лет, постоянно говорят о том, что культурная, значит, танцевальная культура, российская сцена, в общем-то, ну, никто, половина людей, значит, сегодня мы даже уже, говоря так кулуарно, кто-то сказал, что нет никакой сцены, нет никакой культуры, вообще нужно, наверное, ложиться в группу. Может быть, есть у кого-то какое-то понимание того, что существует ли, можно ли говорить вообще о том, о культуре электронной музыки в России, и кто-то из вас имеет на это счет какое-то мнение? Я могу начать. Здравствуйте. Я считаю, что она у нас то есть, то нет. То есть, в принципе, она возникает какими-то волнами, приходит, уходит, но если так углубляться, да, и говорить коротко, то, мне кажется, любая сцена, которая относится к какой-то стране, она должна иметь свой музыкальный саунд. И, к сожалению, у нас этого саунда в России нет. Только если у нас появится саунд, который будет поддерживать большое количество артистов из нашей страны, и он будет характеризован именно под наш российский саунд, тогда уже можно будет об этом говорить. Ну вот, знаю точно, что, в общем-то, по-моему, знаю историю танцевальной музыки, вообще глобально, да, говоря, все комплексовали, то есть, вот, как бы, да, знаменитая эта история, как Дэйв Ли, который, какого, Джаката, который, там, будучи большим, с успехом писал трек, ему приходилось выдумывать, значит, выдумал, что он какой-то негр из Детройта, ставил выдуманный какой-то адрес, чтобы, поскольку диджеи британские говорили, что бред какой, какой британский хаус, какой британский звук, все лучшее делается в Одессе, да, ну, как-то в Штатах, вот. Соответственно, может быть, у нас, как бы, есть, может быть, какой-то комплекс неполноценности, вот, у страны, бедка есть теория, что, как бы, комплекс неполноценности существует, и что мы, вот, комплексуем вечно, что, вот, Сен-Ват есть там, а у нас, ты, может быть, трижды Сен-Ват, но... Мне кажется, нет, у нас нет комплекса, просто у нас нет саунда, и, вот, должно быть, что-то узнаваемое, что-то своеобразное, пока что, мне, как диджаке, кажется, что этого нет, к сожалению. Ну, про саун точно может Ильдар, поскольку, в общем-то, делает лейбл, двигает русских музыкантов, и... Да, и очень, в общем-то, есть саунд русский. Ну, мне, как минимум, кажется, что за какие-то задатки есть для формирования него. Ну, в принципе, большая в этом отношении работа проделана, о каком-то осмыслении себя, как некая культурная единица. Ну, в принципе, я говорю о всей России, и даже, там, пост СНГ такой, ну, пост СССР, точнее. Мне кажется, что определенные некоторые музыканты ну, задают какой-то свой характер, свое направление. В принципе, я стараюсь, как бы, упускать всех людей, которых можно узнать, так, с закрытыми глазами, и у них у всех есть какое-то свое уникальное звучание. Кто-то больше окунается, там, в звуки, там, в России, кто-то меньше. Но, вообще, я очень много на эту тему думал, насчет того, каким этот саунд может быть, чем он может быть духновлен, откуда вообще, как это может появиться. Ну, это такой, конечно, очень сложный вопрос. Но, все-таки, это не танцевальная музыка, не совсем танцевальная музыка, она такая, по-русски, вгоняет в глубины. Да нет. Нет? Ну, русские, вот, как бы, русские музыканты, все-таки, танцевальная музыка, прям, танцевальная музыка, я не знаю, там, группа «Армана», например, русская. Ну, кстати, ну, были. Потом они ушли в «Золотой граммофон», в общем-то. Ну, нет, ну, как бы, танцевальная музыка, когда ты вот танцешь хотя бы в «Чегуль и Скороход», да, а у вас был проект? У вас была песня, то есть, у меня снимала. А, ну. А ты, между, давно тогда еще? Да, 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 давно, то есть, какой-то такой, рейдерский. У меня был проект «Under House» был проект у меня. Да, 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 то есть, как бы, какие-то такие попытки были, а сейчас все, как-то, по-моему, в концепторе уходят. Просто тогда было очень, не так много было направлений, и можно было сделать один трек, и из него потом вылезал бы в саб-стиль, типа «Azida Dabas» ремикс. Да, да, «Doom Snide». «Doom Snide», да. Сейчас это сложнее сделать. Сейчас так, чтобы сделать какой-то саунд, чтобы люди узнавали, что он имеет отношение к нашей стране, практически невозможно. Ну, либо нужно ждать какие-то новые железки, плагины и так далее. А нет такого у вас у всех ощущения, поскольку вы все не спите по ночам, по своей надобности, значит, рабочие, а нет такого ощущения, что вот сцена российская какая-то, скажем так, клубная, она, ну, как бы, достаточно не развивается, ну, то есть не растет. Популярность этой музыки не растет, и как бы очень сложно, ну, поскольку вот мы делаем там кучу разных тоже интервью, все промоутеры, значит, все, кто как-то зарабатывает на жизнь себе вечеринками и прочими делами, жалуются на то, что очень крайне сложно завести человека в клуб. Они не ходят. Наоборот, я просто один разговариваю, поэтому мне очень удобно. Нет, наоборот, сейчас намного больше людей ходят в клубы, и все разрастается. Единственное, что качество, аудитория, оно, разумеется, как и все массовое, оно есть из чего выбирать, но по сравнению с тем, что было, допустим, пять лет назад, намного все больше масштабнее. Я сейчас говорю именно про андеграундную сцену. Ну, да, да, понятно, как бы. А вот то, что, например, вы делаете, Руцюнета делает здоровенный фестиваль, второй раз, по-моему, был, да? То есть это вы чувствуете какую-то реакцию от публики, что ее больше, просто она, может быть, не всегда в клубы ходит, но вот именно, что вообще публике русской нужно? Ее, несомненно, позже, вернее, больше, потому что для этого есть определенный ресурс, в том числе и в виде средств массовой информации, а также уровня воспитания этой публики, то есть произошла... Я вот буквально два года назад задумался над мыслью о том, что сейчас, то есть мы начали это делать восемь лет назад, и тогда мы были самыми, скажем так, юными, да? То есть ты приходишь в клуб на свежую щелинку, и ты, скажем так, ну, как, младше, чем все остальные. То есть мы рано начали это делать, а сейчас. А ты приходишь, как бы ты постарше, и видишь вот это вот новое поколение. И мне кажется, то, что новое поколение, которое сейчас пришло, они больше заинтересованы в этом. Для этого есть, опять-таки, возможный уровень образования. То, что большое количество ресурсов на английском языке, люди знают английский язык и имеют возможность потреблять эту информацию. Большое влияние со стороны СМИ. В том числе интернет делает свое дело, потому что сам можешь, как-то, не знаю, заниматься музыкальным самообразованием и выяснять, кто же классный артист, кто же нет. Соответственно, то же самое происходит в клубах. Если клуб дает качественный контент, то есть на мероприятие дает качественный контент и знает, на каком языке доносить информацию до своей аудитории, то оно получает больше шансов быть посещаемым. Мне кажется, это, ну, такая взаимосвязь. То, как ты общаешься с своей аудиторией, на каком языке примерно то, ты получаешь на выходе, какой контент ты даешь. Ну, то есть нет такого ощущения, что вот людям ничего не надо, а нужно только одну продюжи сплошную. Продюжи может собрать? Продюжи всегда может собрать. Открываю просто, что такого ощущения нету, потому что, во-первых, появилось еще больше деятелей. Если посмотреть на Петербург, возможно, на Москву 4 года назад, 5 лет назад. То есть сейчас идет объективный резонанс, потому что больше людей вкладывают свои усилия в формирование, в какое-то становление сцены. И за этим приятно наблюдать. И поэтому люди ходят на вечеринки, ходят в клубы. То есть мне кажется, что если появится еще один клуб, либо еще два, либо еще три, то они точно так же будут по свотам как минимум полные. Со 70-го направления свидетельности они выберут. Ну, вот одним из аспектов формирования культуры есть, наверное, наличие звезд. То есть людей, которые могут собрать какие-то танцполы, которые, ну, я не знаю, там вокруг Сен-Лата в свое время, да, была своя сцена, там во Франкфурте он ее, в общем-то, царь-бог был. Он сам сформировал вокруг себя, и поэтому, мне кажется, так и произошло. А в России, возможно ли такие вот люди, которые, или они существуют, которые пользовались бы непредвлекаемыми авторитетами, промоутер, московский или сочинский, не знаю, там, Владивостокский, мог бы быть уверен, что он привезет этого диджея, артиста, и он точно получит резонанс. Да, безусловно. Есть такие? Ну, безусловно, конечно. В зависимости тоже от той сцены, которая и той музыкальной стилистики, которую пропондирует тот или иной промоутер. Если ты прокачиваешь свою публику на технозвучание, если ты привезешь какого-то маститого артиста данного направления, то, конечно, ты соберешь. Но, опять же-таки, поговорим про два города, больших, там, столицы, да, хотя, конечно же, происходят какие-то движения в регионах, а насколько, вот, кто тут ездит, много, Арам точно, наверное, ездит. Я меньше езжу сейчас, чем артисты из дорога пропустят. Ну, как бы, вот что в регионах происходит? Знаю, что, как бы, экономическая ситуация все-таки, мы все-таки довольно все мы, поскольку люди и деньги у нас конечные, а все-таки в регионах пожестче с деньгами. Ну, пожестче, но явно есть движение, то есть, как бы, много есть энтузиазма, есть новое поколение, есть, ну, люди вдохновляются, вдохновляются тем, что происходит там, в Москве и Петербурге, ну, и так, в целом, есть общее ощущение того, что электронная стена как-то растет, и, ну, мне приятно бывать в регионах, как бы. То есть, там энергетика даже чище, например, чем в зажравшихся столицах? Нет, я бы не проводил таких управляющих. Ну, в любом случае, как бы, угорают похлеще в Москве и в Питере. То есть, там немного другое вообще времяпрепровождение. Но, я говорю, в первую очередь, меня греет то, что там есть люди с горящими глазами, которые берут, снимают какие-то там локации, пытаются делать свою арму, пытаются делать там свою НИИ, свою мозаику и так далее. и все хотят продвигать свои города, все хотят как-то, чтобы их город появился на карте электронной сцены. Это очевидно, на мой взгляд. Ну, и плюс ко всему, как бы, объем всяких там демо-материалов, которых я получаю со всей страны. Много всего очень интересного и крутого. Ну, то есть, а нет такого ощущения, что, ну, как бы, вот эти люди, энтузиасты, скажем, они молодые, вот, не обременены кредитными долгами, семейными отношениями, и просто пока у них есть возможность, и они просто, ну, не знаю, устраивают себе вечеринки, дискотеки, как бы. Ну, с этого все и начинается. Ну, а если не будет отклика, вот они фидбэк получают? Ну, по крайней мере, на мероприятиях, на которых я там бываю, там собираются люди, ну, в каком-то минимальном, достаточном количестве, чтобы, ну, вообще, в принципе, вечеринку провести. Конечно, там меньше денег у людей, меньше аудитория и так далее. Ну, свои трудности, но при этом ниже аренда и так далее. Ну, как бы, везде некий баланс. А им что двигает вообще? Вот людьми, которые строят клубы, я не знаю, вот что, Китл, что там выдвижит? Что движет? Вот вы там общество открываете, вот, да, вот вы сейчас открываете... Я просто дом. Друзья. Да. Да не, просто, как бы, давно в профессии встаешь, и все, и уже, как бы, ты немножко по-другому это постоянно что-то открываешь, пишешь и выпускаешь, как может быть, по-другому. Но при этом все равно с меломанским уклоном, и, в общем-то, если бы привозили, ну, не знаю, там, прости господи, каких-нибудь, ну, Санкетюнс, например, точно, наверное, бы больше денег зарабатывали? Коммерчески? Я не уверен. А, то есть... Ну, вообще, сейчас совершенно другая ситуация с интернетом, которая уже давно появилась, поэтому я уверен, что, к примеру, артист, который мы видим на телевидении, допустим, даже не берем популяционную музыку, может собрать реальный менюш, чем группа, там, для твоего дела. А, просто, это такая теория длинного хвоста, да, вот Крис Андерсона, который сказал, что, как бы, эпоха блокбастеров прошла, а теперь, вот, значит, с вами. Ну, во-первых, она действительно прошла, и, как бы, теперь сейчас каждый хочет и может, самое, что интересно, получить свои 15 минут славы и технологический прогресс, и, в принципе, вот то, что был вопрос по поводу русского саунда, мне кажется, он сейчас будет формироваться, как все говорят, только из-за того, что мы дошли до того, что во все эти игрушки, которые там играли, мы теперь можем все поиграть, или там, софтом даже. И теперь у всех есть возможность как-то высказаться. И самое главное, это именно, как ты высказываешься, не какой-то, там, инструмент и так далее. То есть, конечно, я покупать, но тем не менее, все равно. И как-то по-своему. Плюс ты слышишь очень много музыки. Ее просто огромный поток. И ты можешь найти свою маленькую, маленькую, маленькую нишку. И вот у нас у всех, кто думает, есть своя очень маленькая нишка, у кого-то побольше кто-то разрастает. Заинтересуются такие же люди. Но все это, если шире подумать, все равно, это узконаправленные вещи. Вот, например, приезжаю в Берлин, там, сижу с Замботом, мы обсуждаем, какой альбом у Равда, как Рупе, и как все о нем говорят. Но реально о нем говорят все. 120 наших друзей, которые интересуются этим альбомом, там, смотрят пластинки на прикателе. Остальным всем просто пофиг. И также у каждого есть свой-свой-свой ряд. Вот и все. Ну, и это, мне кажется, круто. И круто, что есть какие-то вещи, которые делают, например, как Димон, где собираются разные вот эти кусочки, они собирают разные сцены, и, как бы, вроде все продолжают понимать, что мы все-таки здесь были знакомы 10 лет назад, когда занимались тем или другим или еще чем-то. Но ведь коммерчески это не совсем у нас выгодно, наверное. Или как? Коммерчески выгодно любой, чем ты занимаешься 15 лет подряд. Хорошо. А, если ты не помер в этот момент, да? То есть как бы не кончился у тебя. А так у любого. Думаешь, когда дороги кладут то же самое? Такое мнение с Кром. Ну, это все-таки применимо к столицам или в... Вот 18 лет... А про регионы можно с Кром извини? Да, конечно. Про регионы это сказать. В регионах все круто, Эльдар, ты говоришь правильно, но проблема регионов, что люди приезжают в Москву и Петербург. То есть, когда ты приезжаешь в какой-то регион выступать, думаешь, вау, эти человеки делают круто, но они все такие, вау, мы делаем круто, а через год перейдем в Москву. Нет, надо оставаться. Ну, и там тяжелее вообще. Безусловно, есть и то, и другое. Просто я тоже нередко встречал людей, которые просто мечтают и ждут, но при этом, честно, встречал людей, которые очень хотят остаться и сделать что-то у себя. Это, на самом деле, как бы новый тренд достаточно, на мой взгляд. То есть раньше 100%, наверное, все хотели свалить. Сейчас начинают появляться какие-то единицы, которые, как ты правильно сказал, хотят построить свой дом, в котором мы со своими друзьями, единомышленниками, пусть сейчас там это 10-15 человек, но они начнут встречаться, и как бы начнёт общаться, и все это будет расти. Ну, ведь все равно ты живешь, ладно, например, в большей и крупной столице, но там здесь больше людей, а там, ну, сколько, ну, там, ты ограничен каким-то небольшим, там, в 100-тысячном городе Водкинс, сколько там на Рэй собралось, это интервью с Ханом, да, 250 человек на 100-тысячный город Водкинс собирается на какие-то вечеринки с техноэлектроникой и танцами. Ну, как бы, это же не очень, не очень, ну, конечно, не очень. А он ещё живёт вокруг. Это как-то вот Саша Амбаланс, значит, бывший омич, который техно, значит, он вот рассказывал такую историю, он отыграл в трезоре, вернулся в свой Омск, во-первых, ещё из Омска, долететь до Берлина стоит гораздо дороже, чем большая страна, мы ещё просто забываем, что там лететь надо туда же, на запад. И он, значит, вернулся к себе в Омск, идёт, значит, весь вот воодушевлённый тем, что он отыграл в трезоре, в колыбели, значит, для техно-музыки и получает по башке от гопников, которые что-то захотели, там, устрелил сигарету, ну, то есть, как бы, это я к тому, что эти люди, которые борются за культуру, они, как бы, у них, ну, всё-таки, там, депрессивная такая, как бы, история, я так понимаю, или нет? И да, и нет. Потому что, в принципе, гопники, они не отличаются от места своего проживания, они все, они такая, общая культура, размазанная, мировая, глобализм, он, да, дошёл до них. А, подожди, как гопники должен делать? Типа, эй, ты там, а ты в трезоре говорил, сорян. Нет, нет, он говорит, что, понимаешь, говорит, а в Москве, вот, ну, он после этого переехал в Москву, говорит, всё, мне надоело, там, что-то двигать, а в Омск переехал. Ну, я могу сказать, что, в Омск, например, в долгое время, не знаю, там, я играл там часто, и Омск, я разделяю города на техно- и трансовые игры, да? Омск был таким, и Тюмень, и Омск, это очень техно- были города, и, там, да, долгое время назад, там, там была сцена нормальная, там был клуб, типа, 357, как это называлось, на территории станция техобслуживания, и там были неплохие вечеринки. Не хуже, чем, в принципе, я думаю, что даже модель вечеринок в Берлине, она была очень похожа, она визуально была похожа на то, что происходило в Омске тогда. Слушайте, но... Грязь, там, все дела. Ну, да, 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 они любят эту всю историю, как вот в том году я общался с немецким журналистом, он приехал, значит, на аутлайн, и он ходит, значит, по этим разрухам, руинам, и говорит, что, слушай, ты, говорит, вот я вспомнил молдость, первый год в Берлине, стена рухнула, и я, говорит, это так круто, вы не понимаете. Ну, конечно, потому что ему есть куда вернуться, в чистый город, а так, конечно, я думаю, наверное. Андрей, вот, поскольку, ну, ты тут долгожитель, ну, хотя, как-то все-таки с базой ты связан чуть поменьше, но все-таки 18 лет в базе, да, да, но с другой стороны торгаш, ритейлер, значит, точно, 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 наверное, как менялись предпочтения у той самой аудитории, на которой вы работаете. Были ли какие-то, например, спады, там, или как вот, как вообще развивалось, судя по кассовому чеку вашего магазина, если так вот проанализировать, попытаться вот эта вся сцена культуры и электронной музыки? Ну, во-первых, мне понравилась очень фраза, я с ней согласен про то, что 15 лет, если ты чем-то занимаешься, мучаешься, то, да, в результате получится, неважно, чем ты занимаешься. Ну, наверное, это касается всех здесь присутствующих, все, все энтузиасты, все занимаются своим делом много лет и действительно в результате это может получиться. То, что касается тенденций каких-то, ну, наверное, самой яркой была так, когда я начал заниматься магазином, 2008 год был, магазин изначально открывался и в 98-м году и занимался только продажей пластинок, только винил, только диджейский винил. В 2008 году ситуация поменялась очень сильно, все перешли на цифру, пластинки продаваться перестали, все оказались ненужными, ну, и ситуация была сложная, а сейчас вроде как произошел такой обратный процесс. Сегодня много было народу в магазине, все копались, винили, закупались, ну, или не закупались, но, по крайней мере, щупали. По крайней мере, копались. Да, по крайней мере, шелестели. Ну, на самом деле, действительно, даже если абстрагироваться вот от этих красивых цифр с графиками, которые нам ежегодно рисует там английская сцена, американская, что там продажи винила в очередной раз побили там какие-то рекорды, понятно, что это все не про Россию, но, тем не менее, если говорить вот о виниле, то он действительно начал опять продаваться, опять появились какие-то энтузиасты, любители, которые вот приходят, ищут, я вижу, молодых людей, которые там покупают своего первого проигрывателя, еще даже долго не понимая, что это, как он работает и как он будет, придя домой, его подключать и к чему. Ну, то есть, явно появляется новое поколение, которое вот готово, ну, что ли, примкнуть к вот этой культуре. Ну, и вот это меня лично радует, хотя в плане цифр и продаж это сущие копейки, но просто мы как-то исторические фанаты всей этой истории, да, и поэтому радуемся до сих пор как дети. Ну, я знаю, что еще у вас вы видите курсы при базе какие-то образовательные, вот, если студенты, практиканты, те, кто жаждет, что им двигает вообще? Что это вот за люди такие? Можно, можешь описать портрет среднего этого человека, который тратит какие-то деньги на то, чтобы вы научили, не знаю, там, бочку правильно настраивать или еще? Что это за человек? Что он хочет? Слушай, на самом деле такого прям четкого, единообразного портрета не нарисовать, но есть достаточно большая часть людей, которые пытались уже что-то делать дома самостоятельно, либо сводить треки с каким-то там оборудованием, либо что-то пытаться писать музыку, самостоятельно полком не разобрались и приходят с тем, чтобы вот там умные люди их обучили, научили каким-то вещам. При этом есть люди, которые действительно готовы с головой в это все погрузиться и понимают, что они будут делать дальше и что им действительно это очень нужно и добиваются какого-то результата. Ну, причем часто отслеживаем их дальнейший путь или как-то с ними сотрудничаем и видим, что у кого-то действительно результаты есть. Кто-то начал играть более-менее, у кого-то уже какой-то там трек выходит на какой-то лейбле. То есть видите, да, зеленые ростки пробивают, есть такие вещи. А кто-то приходит с вопросом, когда я уже начну выступать и когда у меня купятся вот те деньги, которые я потратил на обучение. Таких много? Ну, к счастью, немного, но такие есть и с ними сложно общаться. Ну, или там, к примеру, давайте, я понимаю, что надо пару месяцев учиться, но можно сейчас быстро мне какие-то пару таких ходов, как классный трек записать и все, я пойду. Ну, это вот реальная история и такое происходит. Но не часто. Слушайте, ну вот я точно знаю, что в 90-е поголовно, наверное, все, кто ходил в клубы или не ходил в клубы, а по возрасту не мог пройти, но точно самая популярная желательная профессия была профессия диджея. Хочу, я бы хочется, хочу стать диджеем. Ну, как бы было. А потом это все исчезло. И несмотря на то, что... Теперь все стали просто. А, это тебе выросли, да? Все диджеи. А ты хотел, кстати, стать диджеем тогда в 90-е? я никогда не хотел. Ну, ты диджеешь же. A little bit. Типа бывает. Вообще, никогда не думал бы. Ну, а сейчас вот, значит, поколение, точно уже видно, что приходит новое поколение, ну, не знаю, ты думаешь, какой ты старый, вот, но приходит новое поколение на танцполы, то есть реально там 18-20-летние, значит, как в НИИ, да, например, там, с ними боретесь вечно с их, угарами, ну, как бы, новое поколение, что ими движет вообще? Или они уже приходят, как за старшими братьями, сестрами? Про какой диджейн говорим? Про вот, про место, что, допустим, сейчас, то, что происходит в Америке, допустим, с этим EDM, который уже там, вроде туда-сюда, но, тем не менее, это как бы новый рок-звезды, то есть раньше ты думал, я хочу стать куртом Кабрином, куплю гитару, пойду петь, там, во дворе, а сейчас я хочу, типа, вот в этом пауке стоять, и там, ниже ваших рук, ну, реально. Нет, есть еще другая, такая, более узкопрофильная история, в Америке, еще популярна очень румынская сцена, популярна, популярна, да, очень популярна, они туда, значит, американцы, вот, если во что-то влюбляются, то они сразу начинают это все подхватывать, и там, и шоу делают, но, может быть, штука вот, с штатами, в том, что, как бы, наши бизнесмены, прежде всего бизнесмены, они очень мечтают о вот этих гигантских, что Альфа-банк зашел, он увидел, значит, видимо, эти люди из Альфа-банка увидели, гигантские толпы, Лазеры, Тамара Улэнд, и все эти гигантские, значит, бюджеты, но ведь там же нет музыки, я не знаю, как сказал парни из Гамаюн, дуэта, смоленского, они сказали, ну, это не музыка, спецэффекты, то есть, это... Ну, согласен, раньше было как-то, раньше был только хип-хоп, потом он стал, перешел немножко вот в электро-хаусовую историю, да, и общая такая коммерческая сцена, это сейчас в виде EDM, как Кирилл правильно сказал, а там еще жесткое разделение дальше вниз, Underground это только румынская сцена, что в принципе, конечно, я не говорю, что это хорошо или плохо, а просто это, как минимум, смешно, ага, американцы тупые, слушайте, то есть, а нет такого ощущения, что, например, вот эти американцы, да, надули этот пузырь, с FX, например, обанкротилась, которая всю эту историю с EDM раскрутила, а нет такого истории, что она до нас дойдет, в искаженном виде, условно говоря, Филипп Киркоров заиграет EDM, придумывает, он же когда-то там был... Я когда слушаю Иванушки Интернешнл, старый, мне кажется, там такая бочоночка, да, да, там Хэль Харкор, вообще, в этих... Это такая была фраза от меня, когда я слушаю Иванушки Интернешнл? На самом деле, я как-то год назад разговаривал с Богданом Пстамиром, который, в общем-то, всем нам известным, по песне, да, делай как я и прочее, и он в какой-то момент попал на рэйф-вечеринку, ему снесло голову, уж не знаю, под чем он там был и от чего его снесло, но он сказал, что он начал, он тогда играл, выступал в Олимпийском, у меня были масштабы стадионов, студентные масштабы, я, значит, на Сэм Харлеев выезжал и, йоу, говорил. Соответственно, это был не хип-хоп, это была какая-то стилизация, но он был популярный, он говорит, вот я начал двигать рэйф, я начал, такой окуренным голосом, я начал двигать рэйф, и мне кончились олимпийские, там, типа, не надо, ну, типа, рэйф в России, не пошел, как бы, или эта история просто пограла? просто у него, в принципе, был тот же, у него был, и там, и там было 4 на 4, то есть, то, что было у него тогда в творчестве, это был не хип-хоп абсолютно, это такой стиль МС Хаммера, вся эта история, и она ближе к хаосу, мне кажется, чем к хип-хопу. Да, но все-таки, поначалу попили под хип, ну, а что, сам сказал, сам отвечай. Они потом же ушли от этой электроники, и стали уже петь про куклу. Не очень, не с удовольствием. Тогда все пели, но начало 90-х, это же модно было. И кепки кэнгл, да? У всех аренжировки, у полуисполнителей были плюс-минус, прогрессив, ну, правда. Но сейчас же нет такого, но сейчас же нет такого, то есть, как бы, им это неинтересно, то есть, я вот, как бы, включил, там и канал какой-то, значит, музыкальный. Для того, чтобы отсюда ответить, мы должны хотя бы это услышать, потому что мы не понимаем, о чем мы слушаем. Русское, да, у кого есть радио, русское радио, включите, давайте послушаем. Это было модным и новым, как бы, но до этого же не было, тогда была эпоха расцвета электронной музыки, и, как бы, естественно, то, что поп-исполнители услышали, они все это принесли в массы. Сейчас вот, снова такой виточек интересный, почему мы, почему ты берешь интервью Усачёву из гостей из будущего? я брал интервью, потому что все-таки это было, я ему сказал, до золотого граммофона, мы с тобой поговорим, расскажи историю до золотого граммофона. Он говорит, да, потому что потом это была другая группа совершена. Да, 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 но вот сейчас, ну, как нельзя уместно, когда снова у нас идёт ремиссансы трамм-бэйса и джангловых каких-то мутаций, вот, уместно, уместно, в общем, все это обсуждаем. Но, тем не менее, все-таки, в общем-то, страна, поскольку там заговорили про духовные скрепы и прочее, как бы, и они, вот эти все продюсеры русские, которые, да, чётких-то новых людей, имена которых мне совершенно незнакомы, неизвестны, но музыка вся, в этих лоджиках и прочего, то есть, электроника потеряла влияние на, не знаю, там, на массы? В 90-х годах? Вышла из-под контроля, в смысле, да, конечно. Но, я бы не стал вообще, мне кажется, затрагивать эту тему, потому что, то, о чем мы сейчас говорим, это не имеет отношение к тому, чем мы все занимаемся, я надеюсь. Но это всё-таки, как такое зеркало, ты смотришь, они и шханят. Ну, они тоже едят еду, да, они тоже дышат, воздухом. Ну, как вы, не знаю, Фанарево любит рассказывать историю о том, когда они делали Fanny House Dance Awards в 90-х, там, да, и Киркоров, его держало, там, все, кто мог, держало, он дорвался на сцену и говорил, что в сарай, капки, шапки Кенгу в серебряной куртке, и он туда рвался и говорил, ребят, я такой же, как они, у меня такая же музыка, давайте я им сейчас тут споюсь, танцую, и вообще, то есть, как бы, но сейчас он не рвется точно, ну, или там, его выстарел, ну, на самом деле, за последние несколько лет случилось очень многое, вот именно, на сцене крупных городов российских, ну, не крупных тоже, наверное, и появилось новое поколение и музыкантов, и диджеев, и промоутеров, которые позволяют говорить о том, что можно детанцировать все это от того, что происходит на телевидении и так далее. Я бы, ну, извини, что я сейчас беру на себя твою роль, давай закроем тему, придем. давай. Я, в общем-то, второй, значит, какой-то момент еще, что лет 10 назад в Питере все-таки было сложновато с клубами, танцевальными, чем-то очень сложно. То есть, кто-то мне говорил, что там радиорекорд выжег все просто вообще, то есть, даже не радиорекорд, а кризис, скорее, потому что у нас в один момент, в 2009 году, в 2008, закрылись все клубы, и вообще ничего не происходило абсолютно. А сейчас происходит, а почему сейчас происходит? Или таксопало просто? Вот кузни открывается. ППФ, да, один из лучших фестивалей вообще. Сменочка поколений. Не знаю, я тоже очень часто думаю по этому поводу. то есть, то есть, вот за тот период, мне кажется, с 2009, да, по 2004, по 2015 год, не появилось каких-то, по крайней мере, в нашем городе ярких продюсеров, там, не знаю, диджеев. они появились, безусловно, но их очень маленькое количество, потому что, если вспомнить, сколько людей, вот когда, опять-таки, я начал посещать заведение, начали, мне было 21 год, я это начал делать достаточно поздно. Ну и да, а когда это, у какого-то, 2000, нет, 2008, 2008. Ты в первый в клуб ваш попал? Ну, 2008, наверное. Когда кризис, когда все позакрывалось? Ты начал, и все позакрывалось? Да, и была, была достаточно большая плеяда артистов, музыкантов, диджеев, которые были молодые, и ты тоже 21-22 годи, которые часто играли в клубах, и сейчас они же продолжают быть во всех лайнапах, вот в чем история. И вот мне кажется, что сейчас молодежь, которая взрослая и приходит на смену, ну, они поправят немножечко это положение. Ну, и плюс еще вопрос менеджмента, у нас нет менеджмента, к сожалению, касаемо андеграмной сценой. И не было примеров еще, опять-таки, к чему стремиться в то время. Сейчас есть прекрасные примеры ввиду фестивалей, классных клубов, лейблов, да, и ты как бы, которые на своем примере показывают то, что эта модель может работать. Вот, и, соответственно, у людей появляется желание заниматься этим. Вот, тогда, мне кажется, это было немного утопично. Ну, окей, я хочу стать диджеем, а где я буду играть? Как зайти вообще, да, как вот там попасть туда, да? Ну, да. А вот, если с лейблов берут с тебя примеры, или даже с ГОСТа, чувствуешь, что он смотрит и спрашивает совет, а как он? Ну, есть лейбл область, например. Ну, не, на самом деле, с большим уважением к ним отношусь, и так далее. Ты, ну, как бы, копировать, это неплохо, на начальных сетях. Ну, не копировать, а просто видеть, что у тебя получается, и... Ну, я надеюсь, что как-то это вдохновляет людей. Это главная задача ГОСТа, в принципе, вдохновлять людей, чтобы что-то делать своё. Кстати, есть сцена, когда копируют люди друг другу. Да, это отчасти некий показатель того, что есть какое-то сообщение в сосудах. В смысле, то есть копируют... То есть я у тебя копирую, или как это? Объясни, поясни. Не, ну, что такое сцена, когда мы говорим, типа появление сцены, допустим, это когда определенная группа людей, которые ходят на определенные вещи, связанные между собой как-то, или, может быть, даже не очень связанные. Это может быть либо инструмент, либо город, в котором у них живут, клуб, где они тусуются. Они как-то вот просто валятся в одном котле и в любом случае копируют у друг друга какие-то приёмы. И мы потом говорим, о, есть сцена, есть звук. ГОСТ звук есть. И сцена, и звук. Мне кажется, ещё лейбл ГОСТ, в контексте того, что мы говорили для формирования русского саунда, русской сцены, он нёс свой вклад в том смысле, что он не комплексует быть русским. И там очевидно, всё понятно, откуда эта музыка, кем она пишется, то, что люди выпускаются под собственными именами. Это тоже очень классная штука, песня «Кириллица». Которая, да, да, да. Которая потом пошла уже, ну, стала, скажем так, более массовой, да, и мы немножечко потеряли свой комплекс, да, то, что, окей, мы из России, мы пишем мультфильт, тронную музыку, мы её выпускаем. Это классно. Мне кажется, что, кстати, произошло, ну, вообще, всё очень логично, и так хорошо совпало, потому что какое-то определённое количество лет всегда был, как бы, комплекс. Ну, я просто причём в группах поиграл в своё время, и всегда, как бы, было, ну, классно получить результат, когда он чем-то схож с западным любым. То есть ты, как бы, любишь какую-то группу, там, определённую, когда ты начинаешь быть похожа, ты начинаешь похоже играть, петь или играть, ну, даже не просто снимаешь, вообще, в принципе, про подачу. Как бы, вроде классно. И вот, мне кажется, вот именно, когда появился ГОСТ, уже вроде все что-то чуть-чуть научились, и даже стали выпускаться на Западе, и мы перестали быть, как бы, в своём понимании стороной-изгоем. То есть мы поняли, что к нам нормально относятся, что они пишут, «О, ты из России?» Ну, типа, когда засылаешь темку на лейбл, тогда, ну, и всё, и ты просто себе сказал, «Да да, я из России». Мне кажется, в этом штука. И гифку с полуголом Путина, да, ещё? Ну, да, если просто, я себе прекрасно представляю ситуацию, пять лет назад, и что было там пять лет назад, восемь лет назад, какое было внутреннее ощущение там у музыканта, ну, я нередко рассказываю о том, что я, при тем, как там создать этот лейбл, я наделился с людьми и говорил о том, что вот, я хочу сделать лейбл, который буду выпускать только русских продюсеров, и всё будет на русском, и мне просто, ну, 95% людей говорили, что это полный бред, это невозможно, что у нас нет столько музыкантов, что русский язык только оттолкнёт всех, и, ну, как бы, чувак, чем ты занимаешься вообще? и, конечно, всё совершенно наоборот вышло. Ну, то есть, получается так, что вот эта русская, скажем, в кавычках возьмём её пока, русская танцевальная сцена, это такой неухоженный огород, заброшенный, поросший сорняком, в который где-то там пробивается картошка. Ну, лейблов должно быть больше в 10 раз, минимум, на мой взгляд. То есть, это то, что, как бы, мне неуютно, в том, что в плане, что так мало всего, но при этом я знаю, какой у этого потенциал. И я очень хотел бы, чтобы больше появлялось лейблов, которые демонстрировали то, что происходит у нас. Ну, Ну, то есть, это такая, скорее, рулевая, рулить лейблом, это такая, всё-таки, ну, как это, культурная работа, да, скажем так, гуманитарная миссия? Ну, это правильно найти в нужный момент, правильно показать, раскрыть лучшее качество музыканта, может быть, о которых он даже сам не подозревает. И, да, красиво это преподнести, вот эта роль, да, должна выполняться. Много, много какими, всякими людьми, должно быть больше. Я надеюсь, что их будет. Ну, в принципе, тоже я получаю часто письма о том, о вопросах, как, к чему это надо подойти, что нужно сделать, кому нужно написать, как выстроить себя дистрибьюцию и так далее. Я с удовольствием делюсь всеми знаниями и всегда готов ответить на все эти вопросы. Ну, при всем при этом артистам нужно продвигать. И этим, опять же, скажем, занимается менеджмент. И у нас нет в стране весенних игроков по ключу. А это очень важно, потому что все вот туры, гастроли и так далее, они делаются с поддержкой именно менеджеров. Агенты обслуживают-то все, а менеджер создает шумиху вокруг этого. Нагоняет трафик. Да, да. И даже, если мы хотим, чтобы артист был представлен в Европе или в Америке, и чтобы эти агентства, которые, ну, большие менеджеры, да, американские и английские, в основном, чтобы они узнавали о наших артистах. Надо, чтобы кто-то из России говорил им об этом. У нас нет таких людей. может, у них нет, может быть, потому что нет сцены, таковая, им не выгодно заниматься. В принципе, Например, у Sunkey Tunes точно есть. Я думаю, у Бабина есть. Есть, например, объясню, да, всегда пересекается музыка, еда, лайфстайл и так далее. Сейчас большая боль из-за того, что была большая волна пропаганды против России, наверное, не знаю что. На Западе есть моды на все русское, на советское и так далее. И тот же Гоша Рубчинский, про которого все говорят. Я уверен, что если бы был какой-то сильный игрок в виде менеджера российского, мог бы спокойно продвинуть кучу российских артистов. Но мне кажется, если будет продвигать каких-то артистов, это точно будут не танцевальные артисты, потому что мы, если можем, то нам нужно какая-то, им нужна какая-то история с чудинкой. Ну, то есть у них есть, у них своих есть людей, которые играют, условно, техно. не думают. Я думаю, что если есть какой-то хайп, то его легко можно поддержать. Менеджеры люди такие, что они любят как можно меньше усилий потратить на то, чтобы реализовать свою задачу. И мне кажется, что да, был бы большой шанс для того, чтобы продвигать русских артистов, если была какая-то возможность такая. Мне кажется, что он есть все-таки, но не накраются там. Ну, это было давно. Я не могу сказать, что появился какой-то русский менеджер, который ее прозвинул. Она сама себе менеджером была, и до сих пор, по-моему. По поводу менеджмента могу сказать русского. Мне кажется, что он не может появиться до тех пор, пока у нас в регионах, да и в принципе на Европу, не появится как бы критическая масса запросов. Потому что они, конечно, могут быть, но плюс у нас сейчас все равно нужны визы, билеты, это все дорого. То есть весь менеджмент, от андеграунда западный, строится на артистах мелких, но реально, они там все зарабатывают по 150 евро, на артисте по 600-800, это нормально. И все готовы их покупать, но когда у тебя есть изи-джет, это нормально. Когда ты из России должен улететь в Лондон за 500 фунтов, за 300 лотбульки, это уже тяжелее становится. Плюс ко всему у нас абсолютно не с кем работать менеджментом в России, потому что нету, к сожалению, музыкальной прессы. Ну, то есть, вот, к примеру, ты всегда, когда, может быть, Эльдар знает или не знает, но в принципе есть много западных промо-компаний, которые могут с тобой поработать и разослать, грубо говоря, просто твой пресс-релиз, диджей-пул или все что угодно. Их там миллиард. Есть также радиостанции, колледж радио в каждом городе, несколько радиостанций. Ты реально можешь артиста представить. Есть куча журналов, газет, которые пишут о музыке такое в том числе. У нас ты напишешь «Ну, окей, собаку», «Микс Мак». Нет, такое есть, да, абсолютно. Еще править будешь. Комсомольская правда классная, кстати. Кстати говоря, я увидел... Доступ в стране, допустим. Между прочим, я сейчас вспомнил в «Комсомольской правде» в 95-96 году я увидел, типа, кто это такие? Типа, ну, как бы, маме. Короче, мама вот открывает «Комсомольскую правду». И там, соответственно, было «Это Рейвер». Там были банки, значит, металлисты, «Рейвер». Вот реально нарисованный... Вот жалко, выкинул эту бумажку, долго хранил, то выкинул что-то сдуру. Теперь вот ищу, как бы, как это найти, и реально там, доктор Мартинс, он это... Здесь вот, что-то позвякивает, какие-то таблетки, возможно, не аспирин. то есть, какая-то такая балансия была, но это было. А сейчас этого нет? По-моему. Ну, как бы... Нет, таблеток в смысле? Нет, таблеток, конечно, сколько угодно. Раньше, например, в Пасху показывали по НТВ «Последнее искушение Христа». А, да? Сейчас они не могут себе это позволить. Да, точно. Сейчас... Что-нибудь уже поменяли. Посадят всех. Да, да. Сразу. Но... Вот есть такая еще, как бы, теория у меня, что вся наша, скажем так, наше все движение клубное, оно от кризиса до кризиса идет, и как это постоянно меняется. Например, кризис точно вы кто застал эту историю? А в 98-м году все кончилось, значит, кончился первый, значит, рейв, это истерия. Все как-то затихли. Потом начались, значит, бомбанула нефть, начались путинские нулевые, и начались кальяны, значит, лакшери заведений, VIP и прочее. Как бы, к 2008 году все рухнуло, и теперь модно устраивать вечеринки на руинах. Ну, вот, как, да, там, нравится. ППФ, опять же, где-то в каких-то индустриальных масштабах. Это как-то свидетельствует о времени. Ну, как бы, гламур вообще не популярен. Ну, мне так кажется, есть такое ощущение сейчас. Более того, сейчас сменились, мне кажется, цели похода в клуб. Я думал, как раз, сегодня об этом. И сейчас сексуальная подоплека, она не является основной похода в клуб. Раньше ходили... То есть рейвер не того самого. Рейвер другой пошел, да. Сейчас не идут снимать олок. Это как док-опция какая-то, видимо, или что-то такое, но это не сама цель. а зачем сейчас тогда в клубы ходят? Ну, вот люди, они ходят так же танцевать? Давайте спросим Сеню. Давайте теперь, Сеню, молодец. Он скромный. Люди время проводят, как-то, как им нравится. Сейчас сложно сказать, но точно не за девчонку, мне кажется. Ну, как бы сиротсексуальная туда плека в ночных заведениях, она сильную роль играет. Наверное. Или нет? Или все-таки поменялось? Надо спросить, кто-нибудь ходит? Да. Ходит за этим самым. Наташ, что? Или где? На самом деле, я с ней не ходил. Вы говорили просто про это, но на самом деле, что Кеншнайпер это место, где большая часть войны, она, ну, это локальная, локальная история. Прямо сделаются редко, но это, как бы, некое политическое заведение. Как раз-таки, если как вот Эльдар рассказывал про «Голосол», то, мне кажется, у Арсения, как раз, можно спросить на тему нашей любви к локальщине, короче. То есть, мне кажется, что Штаги это такой средств конкретный, что там мозаики, да, какие-то приводы чаще бывают. Просто что-то скажешь на тему именно конкретной любви петербургской, нашей, петербургской нашим джей-музыкантам, да, вот москвичи периодически бывает. Вообще, ты же видишь, что это, постоянный биток, да, то есть, это говорит о том, что, типа, как бы, наша локальная ацена, она востребована нашей петербургской аудиторией. Как бы, на это просто хотел тут сделать. Ну, такая вообще идея изначально была, чтобы играли много локальных диджеев, и у них как-то получалось это делать, и давать им больше простора для творчества, ну, делать им длиннее сета, и не делать вечеринку по стандартной схеме, что в центре играет, там, дорогой артист, ну, а потом, ну, до его начала никого нет, и после его начала тоже никого нет. Мне это всегда расстраивало, когда я раньше куда-то ходил. Ну, как-то мы это немножко победили, мне кажется. Ну, победить просто, если хочешь, чтобы ты сказал, что он сам будет, смотри, хотя, может быть, один-другой месяц, да, а всегда же биток, так, как-то? Каждые выходные. Ну, видимо, то есть, людям необходимо сейчас ходить в клуб каждые выходные, то есть, специализация, есть такое слово. Это специализация, правильно, это специализация. Это социализация. Ну, как, не знаю, в Москве есть клуб пропаганды, в который ходят люди вообще каждый день. Вот, ну, хотелось, что-то вот похожее сделать в плане посещаемости. Ну, то есть, ставка на локальных артистов себя оправдала? Ну, да, тем более, ну, То есть, вы не вынуждена мера была, а вы ее просто, как бы, что у нас классных и то, и другое, потому что и вынуждена, и не вынуждена. Была вообще изначальная идея, что если мы будем делать какие-то крупные ивенты, очень крупные, там, с каким-то там, ну, большой бюджет, большие артисты, то, возможно, просядет интерес к обычным вечеринкам. Ну, вот мы хотели этого избежать и избежали. Плюс это в какой-то мере вынужденная мера, потому что возить кого-то каждую пятницу и субботу это невозможно. Тем более сейчас. Ну, да. Сейчас, как бы, ну, вообще не так. Не очень. А вот, кстати говоря, когда рухнул рубль, нужно прямо изыскивать какие-то варианты, чтобы артист выступал в Москве, например. Ну, или как-то ничего. Ну, да, второй датой там как-то, да? Ну, то есть нужно очень большую какую-то смекалку применять. А вот, кстати, когда недавно рухнул рубль, многие, некоторые, значит, особо умные деятели сцены говорили, ну, все, теперь, значит, англичан иностранцев, значит, больше возить не будут, они нас хлеб отбирали, те, нас будут возить. Поменялось, вот, как-то, это, понятно, что меньше стало возить иностранцев, но, как бы, русские стали чаще букировать? Нет. Местные стали больше играть. я, кстати, насчет менеджмента еще хотел сказать, что, на самом деле, я точно знаю одного человека, который занимается продвижением русских артистов в Европу, ну, не в Россию, в Россию они не ездят почти, такой человек есть в Москве, я думаю, что многие его знают, он связан с армой, это Мелик, знаешь Мелика? Мелик не занимается продвижением музыкантов, я сейчас говорю. Он скорее как букер, так, ну, не букер, а какой-то. Да, он помогает, как-то, разнообразить жизнь диджакеев. Мы сейчас, мы больше не каждый, я могу ошибаться, но я, как бы, со стороны вижу, это именно так. Ну, и просто больше делать свои вечеринки и стараться водить. Бранд-арма, да, то есть, как бы, он возит, в любом случае, это какое-то, продвижение артистов в Европу, и они там уже дальше, как-то своей жизнью, видимо, живут, я не знаю точно, но примерно так это выглядит. Ну, а по поводу местных, значит, убрали иностранцев, импортозамещение работает? Тут, ну, немножечко сложнее подход, потому что все наконец-то поняли, что, окей, там, нам проблематичнее возить иностранцев, но как нам заполнять клуб, да, там, даже если наши ребята вкладывают в клуб, все играют, да, и все начали вкладывать бабки в клуб, в сам клуб, и делать классный плейс, ну, то есть, делаешь хорошее место, и, ну, уже, ну, мозг, получается, людей, которые занимаются этой площадкой, они работают по-другому, то есть, у всех изначально цель стоит сделать хороший клуб, чтобы в него ходили, потому что сделать хороший клуб, как раз сложнее, чем привезти музыканта, вот, и сейчас, в принципе, мы видим вот результат вот этих вот всех усилий, то, что Мозаика классный клуб, Штагеншнайдер классный клуб, я говорил про петербургские реалии, потому что в Москве я не так часто бываю, вот, я считаю, ребят, это получилось, и, там, если Арсений говорит, то, что крайне редко они привозят иностранцев, там, ну, и все равно они бывают, у них есть потолок определенный, ценовой, то есть, вы там выше определенной суммы, какой-то небольшой, не приглашаете артистов, потому что это финансово себя неоправдывает, то же самое происходит там в Мозаике, да, потому что там не выступают звезды, там очень нишевые субкультурные артисты, но поскольку эти два клуба, они классные, в петербургских реалиях, да, то люди туда ходят, и в этом плане «Кризис» играл нарк-клуб и артистам, и аудитории, потому что они получают классный продукт, и хозяевам заведений. Ну, сделать хороший клуб, это, в смысле, технически, или как? Ну, не только технически, композиционный, не знаю, решить, где у тебя будет стать диджей, это сколько у тебя будет стоить водка в баре, я не знаю, куда ты повисишь свет, какой будет у тебя персонал, как ты будешь заниматься рекламой, куда ты будешь возить, ну, это же комплекс. А, ну, то есть, короче, сейчас такой процесс обучения, так понимаете? Ну, процесс обучения в том плане, что ты вот как бы понимаешь, такой, оптимизация. Раньше, да, меньше людей стало открывать, ну, сейчас я сформулирую, меньше людей стало лезть туда, куда не нужно. То есть, если раньше у тебя было больше денег, кризис, в принципе, не так сильно влиял, только в руке я открою, я клуб, а там, в общем, как получится. Ну, таких вот, как бы, рискачей стало гораздо меньше. Вот, это тоже хорошо. Вот, а те люди, у которых получилось, они, видимо, осознанно это делали, и, ну, вот результат. Ну, еще вопрос, мы сейчас говорим только о Петербурге, Москве, или вообще в целом о России? Вообще, круто было про Россию. Ну, в России все намного хуже стало, и видно невооруженных данных, что все, и клубы не открываются, и диджей тоже особо не возят, там, какие-то разовые вечеринки. То есть, раньше, если, допустим, это мог быть один клуб, который в одном формате работал, сейчас это уже, там, одна вечеринка в месяц, например, в каком-то офф-локейшене, но я не могу сказать, что стало лучше, и как-то повлияло на развитие, то, что перестали возить иностранцев, просто перестали делать меньше вечеринок, вот скажем так. Ну, то есть, у вас снизилась популярность, что ли, с себя, даже с местными, например, с ростовскими диджеями, сделать вечеринку, которая там соберет, какую-то там, публику. У большинства людей, в голове, в сознании поменялось, они все равно будут реагировать на иностранцев, большую часть. На то, что в скобочках, да, в регионах особенно. да. Я вот, со своей стороны, это же московские, там, реально, да, на мой взгляд, как только произошло все это, и все это скокануло, и тоже все очень, как бы, оптимистично смотрели конкретно на развитие локальных музыкантов, и, ну, лично я заметил это, это был период такой, когда, типа, все в горе, но огнем, мы, типа, тусуемся сами, нам никто не нужен, но эта штука продлилась, ну, не недолго. то есть люди около, ну, там, полугода, года, это был такой, какой-то флоу, а потом он спустился вниз, и им опять нужны привозы, им нужны инфоповоды, и на самом деле, прикол весь в том, что, что не так даже им нужны музыканты, это некий инфоповод, некая новинка, которая сейчас происходит, и мы вообще, наверное, в 70% случаев сталкивались с такой ситуацией, когда после выступления, там, какого-то привозного артиста, наши, ну, ближайшая аудитория, наши самые ближайшие друзья, говорят, что, ну, да, конечно, классно, что он приехал, но, блин, ну, после него, там, Ол зарядил так, что просто этот чувак, конечно, его можно было не привозить, и это, это, это 70% реально, вот того, что мы сделали в ней, 70% ивентов таким послевкусием сопровождалось. Ну, по поводу инфоповодов, это уж точно больная тема, потому что, будучи писателем по всей этой истории, естественно, как бы просто так писать о ком-то, существует, да, какая-то там, 20-30 человек, этот вот топ какой-то там, значит, артистов, которые есть это или известно, но они не генерируют инфоповод, они просто куда-то ездят и зачем-то выступают, как бы, и даже сколько бы мы не пытались сделать какие-то моменты там и все что-то, то есть с ними очень сложно, они инфоповоды не генерируют, то есть они как-то, видимо, наработали там в 90-х, в начале нулевых свою какую-то атмосферу, да, какой-то бэкграунд свой, и ездят тебя до сих пор, это, мне до сих пор, кажется, довольно странным. сейчас мне кажется, важнее продать атмосферу и концепцию, чем просто тупо вести хедлайнера и провести мероприятие. будучи популярным диджокеем, ты вот поддерживаешь своего ренома как артиста? Или ты, все-таки, по-моему, мне кажется, что нет, ты так аккуратно отходишь, и ты промоутер скорее, чем артист, чем диджокей, который, значит, где-то играет, порвал, значит, там танцпол, это как раз то, о чем мы говорим, о том, что смена поколений, и я сейчас не считаю, что я настолько интересен, допустим, новой аудитории, новому поколению, как артист, я сейчас говорю про регион, я про родной Петербург не буду говорить, потому что здесь держишься, за него буду, здесь долго, пытаться, по крайней мере, а так, это законы рынка, и это абсолютно нормально, но если ты, например, взялся бы, скажем, там скажут, я хочу стать артистом, там, давай здесь, давай здесь, генерировать что-то, подсовывать, значит, прессе, не знаю, чтобы тебе там... Ну, а зачем тебя обманывать, это, мне кажется, не те годы уже, и это вообще не очень умно, мне кажется. То есть, артистом тяжело быть, тяжелей, чем промоут? Артистом надо быть, в любом случае, просто не нужно себя навязывать, и надо делать то, что тебе нравится, и дальше уже этот вопрос аудитории, нужно им это или нет. На новые, вот, значит, при этом я не считаю, что, допустим, организация мероприятий, там, и написание музыки, это какие-то разные вещи, это все творчество, и ты просто должен себя в этом реализовывать. Да, сейчас вопросы обязательно, сейчас, если у кого-то что-то есть, кому-то спросить, буквально там, пройдусь по рядам, с микрофоном, так что, готовьте вопросы, все будет нормально. да, да, все, но, кстати говоря, вот эта вот история, то есть, вот этот топ-30 дежакив, если говорим про тру, это полнейший бред, вообще-то, которые ездят, они как бы... Я думал, это про рейтинги, да? Не-не-не-не, ну, рейтинги, да, непонятные, то есть, какая-то история, с другой стороны, я так понял, что, ну, как бы, черное зеркало, пинетку и рожень криво, может, она такая и есть, вот, 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 да, просто не нужно делать, если есть возможность накручивания голосов, не, ну, альфа, фич и people, они не накручивают, там есть, я слышал, там есть какой-то, я видел в фейсбуке, там какие-то уже темы пошли, про то, что вконтакте были какие-то группы, где можно было накручивать, да, но это накручивает там people choice, то есть, когда ты человеку, как бы, возможно, там есть накрутки, но это только история, как, ну, просто народная история, а здесь, нужно ли оно вообще, такое, альфа-банк, как сказал Шкипин, мы вводим валюту рынка, мне понравилось, что-то слово, кто тут у нас популярный, вот, ну, как бы, я так вот смотрю на этот чат, да, это какой-то странный, абсолютно, то есть, там все вот, перемешку, как бы, ну, может быть, это и есть вот такая, знаешь, как банку с каким-нибудь, там, напитком смешали, все это взвесь плавает, это непонятно, кто там осядет, куда, кто куда, или все, как бы, там, в шестом месте, ну, как это узнал, мне сразу, по билетам они там, сразу написал, как-то Александр, по-моему, дежеру, который периодически, проявляется, он сразу начал писать, аналогично, ну, реанимировался, начал делать этот, что-то типа рейтинг, я просил от меня отстать, а почему? ну, потому что, я не считаю, что, во-первых, люди, верят тому, что читают, да, и, а то, что написано, не отражает реальности, потому что нельзя, там, Киркорова смешивать, там, не знаю, с артистами госзвука, например, а примерно так все и выглядит. Ну, я у него спрашивал, говорю, а как вот вы, значит, как у вас это получается? Ну, мы вот опросили, там, ведущих промоутеров разных, А ты видел список этих клубов, и промоутеров? Клубов нет, Там практически кальяна какие-то уже, из регионов, Ну, может, это в регионах так они и существуют. А зачем их? Не, ну, как бы, я в том смысле, что может там не выживает, я знаю, что там все клубы, которые были раньше, там торгово-развлекательный центр были, то есть там шестиэтажная, значит, баня, примерно такого среза есть, как бы она до сих пор осталась, поскольку вряд ли можно себе представить клуб, там, в Ростове, по-моему, да, был сахар? А в Краснодаре? Сахар был в Краснодаре. Да, но вот какого плана был? Сахар был, ну, он такой был, поп-клуб, с элементами, таких, а-ля привозов, больших, типа, там, не знаю, кого там не возили. Ну, то есть вот эти трейтинги, которые делают, значит, разные, ну, там, сколько сейчас остался один фактический рейтинг, альфа-фичер, это значит, который они делают, то есть, вся сцена андеграундная плюет, ну, как понятно, что плюет, что она не существует, она никак не влияет на нее, то есть они не отражают реальность? Ну, потому что, в принципе, артисты западные, они тоже не обращают внимания на диджей, как это называется. Resident Advisor, когда Диксон стал, он там сразу... Resident Advisor, не может другое. Ну, да, Digimact это одно, там ежедневно, там ежедневно рейтинг, там ста... там же, по-моему, ежедневно они меняются, там какие-то странные люди совершают. Вот как раз вот это вот отражает реальность нашей сцены. А, то есть... Промо-Диджей, да. То есть странные люди, которых ты в жизни не слышал, афиш их не видел, но они, значит, как там у них? Да, путь исполнил. Какой, и когда я говорю, какие идеи, такая странная такая сцена, в принципе, какой промо-диджей, какие вот такие сайты, такая сцена в стране. А, то есть, ну, я говорю, рожа крива, значит, что там, в этом, это есть. Ну, то есть, вам все равно на все эти рейтинги, вы как-то с ними как-то взаимодействуете, смотрите вообще, выглядываете из глубин своего андеграунда, обращайте внимание, что тут в России хоть в матушке происходит. Мне просто кажется, что рейтинг самый такой, ну, то есть, вот это вообще фигня, то есть, например, для меня рейтинг, это там, я захожу на Джуна, листаю пластинки, потом раз, там, не знаю, трипмасса, ну, типа, прикольно, там, и дальше пошел, потом раз, госдвук. Вот это как бы, ну, о чем-то уже говорит, то есть, это круче, чем рейтинг, и не надо вообще смотреть на какую-то локальную фигню. Это вообще полная ерунда. Ну, как бы, а тут, это вообще интернациональная тема, и все в одном, как бы, списке находится, и, как бы, вот это уже интересно. Ну, да, мне кажется, что это очень, это стыд и позор вообще, в принципе, вообще, альфа-фьючер-пипл, это, это, я могу себе представить, сколько можно было всего сделать хорошего, на эти деньги, как бы, вот, и, конечно, от этого становится грустно. Ну, это одна из таких ситуаций в России, ну, и вообще, наверное, в принципе, распределение денег и средств, в капиталистической системе, ну, это ладно, ну, рейтинги, особенно, вот эти всякие, ну, новые попытки поджать под себя сцену, там, там, Ягер, Индиа Ордс, это, это тоже, на мой взгляд, совершенно неблагодарное дело, которого не должно быть, и они выбрали, там, Гост, лейбл, года, я отказался участвовать, и попросил не упоминать вообще, ну, название лейбла. Мне кажется, что это попытки бренда того или иного просто захватить сцену, ее использовать, и дальше идти, как бы, и мне кажется, что любые достойные музыканты, они должны отказываться от этого и игнорировать, вот это моя позиция. Ну, то есть, стрекли андеграунд? Да, тут даже не в андеграунде, просто, как бы, у тебя откровенно хотят поиметь, ну, как бы, у тебя есть возможность отказаться. А, вопрос чисто, только идёт своей дорогой, занимаясь своим делом, вот и всё. Мне просто нужен классный менеджер, который может поиметь их. И тогда все сложится. Потому что, на самом деле, я немного не согласен, потому что спонсоры нужны, потому что это есть развитие, то есть, откуда нужно брать деньги, если они готовы их давать, мы их берем в любом случае, как и в фестивале, как и в бомбе, но мы их берем. ППФ ряд ли бы состоялся, да, и тут нужно тоже понимать, просто вопрос в том, как ты с ними ведешь диалог, и на что ты готов, и как бы вот это всё продвинуть. Потому что, в конечном итоге, Пионер тоже бренд. Ну и всё там, всё что угодно, да, то есть, мы этим окружены, мы за счёт этого живём, не нужно как бы совсем отрицать. но по поводу подмять, я с тобой согласен, что вот именно вот этот вот выброс, что типа сейчас мы, как бы вот это всё, как бы будет под нашим ходить, немного, может быть, звучит, конечно, самонадеянно. Безусловно, на самом деле, просто речь идёт о том, что должен быть некий баланс и взаимоуважение. То есть, как бы бренд не может претендовать, ну, алкогольный бренд, там, типа, он разбирается в своём алкоголе, да, там, но на то, что он пытается претендовать на то, что он разбирается в электронной музыке, что он пытается сделать какой-то там журнал, что там ещё что-то, но это выглядит смешно и для того, чтобы это как-то обрело какую-то серьёзную, ну, я не знаю, сколько. То есть, как бы речь идёт о том, что бренды должны уважать и не там вмешиваться в культурные какие-то процессы, ну, а культурные процессы, да, могут брать какие-то средства для реализации своих идей. Но это должен быть взаимовыгодный, взаимоуважаемый обмен. Я просто, ну, всю свою жизнь там, вот, сталкиваюсь, скорее, с обратной ситуацией. И с точки зрения НИИ, ну, там, для ГОСТа, слава богу, не нужны никакие спонсоры, То есть, с точки зрения НИИ, это, ну, 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 короче, очень тяжело. И неприятно. Если мы говорим о брендах, мне кажется, есть один просто очень крайне успешный пример того, как сожительствует бренд и сцена. Это компания Red Bull, которая сделала вообще отдельную потрясающую платформу для всей электронной сцены. Долго, причем, честно, да, благодаря вам. И врачи не хотят. По-настоящему. Да, ну, и при этом, это же тоже очень зависит от менеджерского состава. По крайней мере, мне сложно представить, на каком уровне идет беседа промоутера, да, и представителя бренда там пять лет назад, да, потому что, если мы говорим о сегменте электронной музыки, сейчас и там произошла смена поколений, когда ты, допустим, приезжаешь на переговоры с тем или иным партнером, тебя спрашивают, ну что, кого повезете? И ты им такой, там, показываешь списки, о, правда, что ли, а там, как бы, артисты не из альфов, не вообще прибыл, ты понимаешь? Поэтому, будем надеяться, то, что просто культура общения и какое-то развитие именно на том конце оно тоже все-таки прекрасирует. Они, между прочим, прежде всего, слушатели еще, то есть, как бы, вот эти все бренд-менеджеры, они, у них все очень хорошо со вкусом, ездят они, это, это, это большой, это большой комплексный вопрос, да, потому что есть какие-то институции, да, клубные, там, пускай это будет Арма, которые работают на очень широкий сегмент аудитории и дают тот контент, который, возможно, 70% людей не понимают. Они просто приходят, потому что это все приходят. Но так или иначе, они формируют вкусы, и, да, и там на 8, там, на 8 тысяч человек, там, привезти, там, каких-то классных ребят, которых они возят, ну, это тоже образователи, моменты. Ну, поэтому, надеемся. Ирина. Это просто, действительно, еще один из элементов здорового существования сцены. Это нормальные, адекватные взаимоотношения с брендом. Которые сейчас, ну, где-то, у кого-то удается, на самом деле. Я просто к ним не отношусь. А вот кого-то да, кто-то хотел вопрос задать. Слушайте, вы очень просто много говорите про там, про сцену, но вы понимаете, что и не будет, пока у нас в стране игнорировать запуски права, И, соответственно, делать контент, я так, наверное, могу говорить, нет? Окей, делать контент довольно сложно, когда тебе приходится пятидневочку работать, да? Вот это вы как-то проигнорировали целиком в этой беседе, да? Соответственно, наверное, поэтому нет ни артистов, ни клубов, ни сцены, ничего. Десять лет назад, кстати, был отличный клуб, Red Club, я помню, и вообще, в принципе, клубов было больше, но ничего не изменилось в этом плане, по крайней мере. Ну, то есть, авторские права из-за рубежа не работают, то есть, мы говорим о тех пластинках, которые выпускают Гостзвук, никто не парится, те пластинки, которые выпускал я, там есть сэмплы, всем плевать на права, я все равно получаю свои роялти с проданных копий, получаю свои роялти с цифрой, это миф? Абсолютный миф, я вообще, недавно мне прислали ссылку, друзья, типа, о, на Рутрекере раздача Госта всего каталога, и там, в принципе, очень классное сообщение от автора раздачи о том, конкретно там, ребята с Госта, типа, мы вас очень любим, уважаемые, просто хотим, чтобы там, люди, которые не могут себе позволить там пластинку, и вообще, в принципе, что-то позволит, чтобы они услышали эту музыку, я полностью поддерживаю, и вообще, в Эрро, как бы, интернета, здесь вообще новый этап философии, и есть абсолютно точно глобальный кризис авторских прав, никто еще не нашел ответа на вопрос, как вообще с этим там взаимодействовать, и полностью весь рынок изменился, и люди, и музыканты зарабатывают по-другому, и так далее, я не уверен, то, что, если мы тут все, что это ответ на вопрос, короче, я не уверен. То есть на музыке нельзя прожить вот так? А я вас сейчас, можно скажу, сталкивался с парой моментов, например, бывает, что, баланс на самом деле чуть-чуть появляется, даже у нас в России, к примеру, чуваки какие-нибудь творческие, хотят использовать твой трек для чего угодно, ты с ними просто болтаешь, окей, а приходит какой-нибудь тот же самый бренд, реклама, видео, они говорят, окей, у нас есть бюджет, давай мы тебе дадим, и лицензируем нам трек, и это окей, ну, правда, и так и живут, ну, как бы, вот, все это нормально. Кирилл, дело в том, что, просто я вот знаю много финских артистов, они все живут в Релте, совершенно нормально, не ходят на работу, и путешествуют, выпускают треки в цифре, и все нормально, а у нас такого, ну, я слабо представляю, чтобы... Но они не только поэтому живут, потому что им еще государство выплачивает дотации за то, что они артисты, там же, ну, большой комплекс мероприятий, который поощряет то, что ты занимаешься музыкой, и, естественно, там все эти механизмы и системы работают немного по-другому, плюс давайте не будем забывать про ментальность, про такое количество людей живет в Финляндии и здесь, поэтому... ВВП, на сирии нет. Сори, но тех финских музыкантов, которых я знаю, например, Юри Хулканин, или там, Роберт Родригес, ну, как бы они все равно, им приходится работать, Роберт Родригес, несмотря на то, что получает Royalty, у него суперпопулярные пластинки, и он идет на баса радио, работает с программным директором, Юри музыку Тиге делает, потому что невозможно, а ты каких артистов говоришь, просто не для интереса. Ну, какой он теперь Тухакин, но он тоже хорошо работает на финском радио Хильсон Кансеномат, но... Ну, Рэнди Бракор... Я, Фейнер, мне кажется, на свой вопрос. Вот, чувак, который на Prison Perfect привел месток, вот он мой друг. Он работает, да, звукорежиссером, но он и так это делает, знаешь. Он, сколько еще приедет, сможете еще раз обсудить. Ну, к примеру, я знаю историю про Мартина Бутриха, про великолепного продюсера музыкального, который, ну, это правда, например, за ремикс Тима Масса, которого он музыку писал на Азии, он получил порядка 100 тысяч евро. Это давно было. На Royalty's, да, он раньше на Royalty's жил, неплохо жил, а сейчас ему приходится гастронировать, потому что сейчас за Royalty's даже нет разговора по тому же уровню финансового. Да, то есть это все про это говорят, что на соблюдение авторских прав это хорошо и здорово, но... вопрос запросов этих финских ребят, насколько богатые они хотят жить, наверное, в том числе. Оп, да, все? Еще какие-то, может быть, вопросы? Нет вопросов. прикольно. Мне интересно. Никого, я всем... Сорян, надо гнать, всем спасибо, вы просто лав. Кузня, да. Кивилл Клоп открывается, да. будет жить на Royalty от продаж билетов. Скажите, Андрей, в магазине база насколько отличается динамика продаж российских музыкантов от, если полосинка появляется, допустим, от других иностранных? Наши лучше продаются или нет? Ну, ты имеешь в виду, там какой-то релиз вышел, сколько продалось копии. Ну, на самом деле, сам факт, что приходит человек в магазин и говорит, вот, я знаю, что там, неважно, лейбла такого-то, вот нашего, там, петербургского, там, или московского, вышел там новый релиз, он есть у вас. Или там, да, есть, здорово, а есть там предыдущие. То есть, ну, к этому есть большой интерес, и люди реально отслеживают жизнь вот наших немногочисленных российских лейблов и с удовольствием покупают их свежие релизы. Но я сейчас вспомнил, если говорить о количествах, ну, когда-то, когда все диджаки еще играли на виниле, у одного из работников базы, тогда Андрей пробегил, работал в базе, у него вышел там какой-то хитовый релиз на каком-то там лейбле, я уже сейчас не помню. На лейбле Мистер России. Да, на лейбле Мистер России. И тогда вот в магазине продалось несколько десятков этой пластинки, по-моему, 50 или 60 штук, что-то такое. Ну, и все думали, да, здорово. Сейчас, конечно, таких количеств нету, но там количество, не знаю, там, 10-15 экземпляров такого-то релиза, который продался мне в Петербурге, ну, можно говорить. Хотя понятно, что это немного, но и общие тиражи сейчас небольшие, не так, как было раньше, когда, ну, какой-то антеграмный релиз мог выйти тиражом, там, не знаю, 5-10 тысяч, то сейчас это 500 штук-1000. Резюмируя, интерес есть, люди, аудитория следит, русский лейбл продаем, все хорошо. Слушайте, а вот внимание со стороны властей и государства в 90-х было всем им пофиг, в общем-то, им было не до этого, а теперь, когда мы читаем новости о том, что там, где-то в Детройте или в Чикаго признали клубную культуру как часть общей культуры, и там, Берхайн стал памятником культуры и прочей, как бы, там, все эти истории, и постоянно на это такие, на фоне таких новостей возникают, что вот давайте, вот как бы здорово было бы, если бы государство взяло и поддержало бы там какое-то там заведение или еще что-то, мне кажется, это очень такая штука, что сесть на госбюджет и его попилить, ну, как бы, и само государство, внимание государства, тем более нашего, достаточно недружелюбного гражданину, оно все-таки будет лучше, пускай оно нас не замечает, наверное, так. Ну, вообще, это, это, конечно, идеальная модель. Современные реалии. Да, Наташа Абель, когда перед аутлайном, который отменен, мы не хотим, чтобы нас замечало государство, вот они как-то там ползали-ползали, но государство так с прищуром сталинским посмотрело и сделало все так, как не надо делать. Здесь вопрос, мне кажется, не того, что замечают или нет, а просто вопрос того, что, когда уже все разрастается, на такие большие масштабные истории, то и тем приходится выбирать какие-то объекты, в которых есть, можно соблюдать технику безопасности, например, да, и любому чиновнику ему легче забредить, чем он решит, зачем, нафиг ему эту проблему, да. Потому что дело в этом, это вопрос не того, что давайте мы это прикроем. А вы не чувствуете, вот вы же за государством работаете, все-таки вы должны были вот при... С кем вы работаете? За государством. А, да, да. Подрабатываете. Да, подрабатываете. И как вот они, как вам относятся? Вы к ним приходите, там сидят скучные люди, или там тетя-тетя. Здесь, ну, как бы, тоже смотря, с какой стороны посмотреть. С одной стороны, это же вопрос к себе приходит еще на моменте формирования концепции мероприятия выбора площадки. То есть, великое множество очень классных локаций, которые я видел в Санкт-Петербурге, но в которых очень хочется что-то делать, но нельзя. В 90-х можно было, Потому что рядом дом, потому что степень их технического обеспечения не позволяет там что-то сделать, где-то еще какие-то причины, но таких площадок очень много. Вот. И в основе формирования мероприятия как раз-таки лежит выбор локации. Если у тебя правильно выбрана локация, если соблюдены все нормы безопасности, то и есть о чем разговаривать с представителями власти. Соответственно, опять-таки, на каком уровне ты это делаешь и как ты это делаешь. Но у нас обычно никогда никаких проблем нет. Потому что все делается с соблюдением всех норм безопасности. нет такого, что вы говорите, например, я не знаю, как это называется, на питчинге, на этом, на результате. Вы не приходите, не разговариваете? Или какие-то люди разговариваете? Мы не говорим, что мы делаем оголтелый рейв. потому что действительно фестиваль, фестиваль тот же самый. прежнём это не оголтелый рейв. Это большое культурное мероприятие. Именно так мы ведем беседу с представителями власти. Собственно, там еще сама инфраструктура площадки позволяет находиться в безопасности, потому что участвуем. То есть, чтобы вы делаете максимально так, чтобы у них не сложилось ощущение, что электронная музыка, а значит, тиро-диджей, ой, это значит, тиро-дракоманы. Ну нет, мы не приходим так и не говорим, конечно. У них это так складывается четко ассоциация от диджей, ага, значит, понятно. Сейчас мы у нас есть коронная фишка для этого. Мы в том году ездили по регионам с мероприятиями, были в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и делали их на памятник, на территории памятников промышленной архитектуры и преподносили это как огромное культурное событие, хотя фактически это был рейв. И на монтаж приехала съемочная группа «Вести Нижний Новгород» и сняла все, кроме самого мероприятия, то есть, как мы готовимся, как мы вешаем арт-объекты, как у нас, значит, проходят саундчеки. И у нас теперь есть этот сюжет. Мы порой иногда показываем, то есть, смотрите, вот мы в «Вестях», видите, культурная акция, культурное мероприятие, все очень чинено и все очень хорошо. Ну, то есть, с прищуром они с прищуром не смотрят по власти на, ну, там, какие? Смотря как ты это доносишь. Ну, естественно, у людей вызывает недоверие, когда ты приходишь и говоришь, что привет, нас тут, ну, будет 5000 человек и мы будем веселиться в 19 часов. Заходите в гости, да, там, с отрицей. Ну, я, может быть, у меня нет опыта в организации таких вот прям масштабных мероприятий, но в целом, вот по тому, как мы живем там в НИИ и в целом тоже действительно делал какие-то большие штуки. Мне вообще кажется, что проблема взаимодействия с властями преувеличена. Ну, как бы на днях ко мне к нам приезжали из Англии, из Лондона ребята, и мы, и они с нами пытались там поговорить на тему, поделиться опытом, как там у них происходит и как у нас и они просто описали гораздо более суровую реальность того, чтобы что-то сделать, сколько там всего нужно сделать для того, чтобы это произошло и у нас наоборот, мне кажется, что еще не дошла наша очередь к пристальному пониманию и контролю. да и нет, потому что у нас просто запрещают, например, нельзя проводить, а там есть механизмы, которые позволяют это провести. Понятные, чистые, да. То есть тебя уважают как единицу, как предпринимателя, скажем так. Там есть схема, по которой можно это сделать, а у нас их просто нет, потому что, ну, ввиду законодательства. и тебя просто разворачивают и говорят, что... Ну, это не часто бывает или все-таки... Это 90% случаев. То есть вы когда делаете, например, ты же в интервью рассказывал, что к вам пришли люди из пафиктуры, да? Да. И они были довольны, по-моему. Да? Довольны? Да. Или нет? Или я? Ты понимал, было много случаев, что понравилось твой совет предпоследний, который... Да. Какой именно случай? Я не знаю, я где-то... Какой именно из сотен интервью? По-моему, может быть, на фишах, которые были, ты бы рассказывал, что-то не проще. я говорю о том, что у нас целевое использование площадки заводской, да, и... Да, у нас были гости, ну, не лично у нас, они приходили не во время работы заведения, а приходили с представителями завода, это были зам-упернаторы, они нам просто звонят, допустим, можно нам выходить площадку, да, пожалуйста, показывайте. Но это не говорит о том, что этот... зам-упернатора, который пришел, я могу ему позвонить и сказать, здрасте, можно я сейчас вечериночку проведу? Абсолютно нет. Люди валятся в своих каких-то... мерках. Ну, то есть, короче, вот эта вот история Бориса Барабанова в коммерсанте, анализируя фестивальную... фестивальные итоги, значит, этого лета, он сказал, что все-таки танцевальная музыка, электронная, не смогла еще выбраться из-за маргинального такого, то есть, она где-то ниже там проходит, если там у нашествия 100 тысяч человек, то у Present Perfect этот самый, никто не... ой, Present Perfect, Alpha Future People. Alpha Future People. Да, они там максимум 50 тысяч, хотя, конечно, было меньше по факту, и они вот, как бы, что мы, ну, вся эта культура, она действительно в андеграунде находится, неважно, ты там, сванки-тюмсты или госзвук. Но опять же, это... И просто ассоциация, то есть, вот эта вот история, четкая взаимосвязь между наркотиками и диджейми, она исчезла, в 90-м точно была там. Да, это вообще никак не связано. Это вопрос, что... Нет, у них, в головах, вот у властей. Ну, или как, опять проблему. Если люди, которые делают нашествие, захотят сделать какой-нибудь фестиваль, типа, чуть-чуть, и поймут, что это пора делать, и использовать те же ресурсы, то, и это будет актуально, то они соберут, я думаю, такое же количество людей. Просто сейчас пока что наша страна, там, или аудитория, до этого не доросла, до таких же масштабов, и это никак не связано ни с наркотиками, ни с чем-то еще. Я опять же повторяю, что... То есть сцена маленькая. Все эти моменты, которые вот... Все вечеринки, которые были запрещены, они были запрещены не из-за наркотиков, не из-за того, что приехала куча иностранных туристов, это просто вопрос соблюдения техники безопасности. Мое личное мнение. Вопрос был, да? Да, у меня... Как мне, во-первых, витами хотелось сказать, о том, витами процесса, благодарна за продвижение русских артистов вообще в целом, да, и не только... не только на территории России, ну и прежде всего, да, но и на территории Европы, да, и какой-то такой некой культурной экспансии в этом плане. Диме, конечно, тоже спасибо за то, что есть, скажем так, у нас возможность ходить на мероприятия, где те же русские артисты, да, выступают рядом с артистами мировой сцен. у меня вот сейчас вопрос, я его слушаю, все, что здесь сейчас обсуждалось, и я выношу такое вот два, как бы, столпа основных. В общем, если делать с идеей, да, и делать профессионально, получается, что получается, да, то есть, ну, на какой-то уровень можно выйти и, скажем так, добиться какого-то результата, который бы и тебя удовлетворял, да, и кого-то еще удовлетворял, и появлялась какая-то сцена, там, еще что-то. Но у нас, ну, и как в любой сцене, как в любой культуре, всегда в центре художника, да, находится, то есть, это единица, как бы, основная ячейка, которая становится, ну, в будущем, как бы, драйвером всего этого процесса, и, как бы, это канал, через который вещается, да, через который создается эта культура. У меня вопрос, что нужно для того, чтобы, ну, какие ты видишь, да, Ильдар, в частности, я не знаю, может быть, или ты ответишь на этот вопрос, да, и Дима скажет, что нужно для того, чтобы артист чувствовал себя комфортно, потому что я сейчас, вот, тоже общаюсь в среде, да, проникаюсь, как бы, тем, что происходит, и я вижу, что артистам, действительно, делающим существенный, как бы, материал, да, продакшн, выводя, там, на новый уровень, ту же русскую сцену, да, не все хорошо и в финансовом плане, да, не все хорошо со временем, там, и так далее. У кого-то это получается выбрать, но у кого-то нет. Тут мы упоминали, какое-то, вот, взаимодействие с брендами, в том числе, да, которое должно быть, ну, естественным, оно просто должно быть естественным, на мой взгляд, и честно, да, в том числе. Что еще, помимо, помимо, скажем так, продвижения, да, что бы ты еще хотел сделать, или какие ты видишь шаги, в том числе, может быть, и создание дистрибуции, да, как таковой, вот, именно, российской платформе, в том числе, мне кажется, важно, ну, я просто отсихаю, то, что я считаю, ну, как бы, партнером, считаю интересным, появление какой-то, действительно, стоящей музыкальной критики, как таковой, то есть, не копирование, или, извини, не копирование, да, как бы, чего-то, а вот именно существенные какие-то музыкальные единицы, я имею в виду литературным, да, языком выражаясь, критиков, да, непосредственно, музыкальных, каких-то изданий, которые это вы все продвигали, просвещали, что еще можно сделать, то есть, какие еще пути, на твой взгляд? Ну, спасибо за вопрос, и за все, в общем, мне кажется, здесь какое-то получается, как раз, некое суммирование сегодняшней беседы, но я начну с того, что, там, как музыканту быть в комфорте, мне кажется, то, что музыкант не должен думать о том, как ему быть в комфорте, музыкант должен думать о том, как найти себя, найти свой звук, найти свое высказывание, работать, я сейчас закончу, и вот музыканты, которые окружают меня, они занимаются, там, 10, там, или более лет музыкой, в принципе, изначально, даже без каких-либо надежд на то, что они, там, будут получать какие-то невероятные, там, бонусы за свою деятельность, но при этом, очевидно, люди, которые делают, они получают, в итоге, какой-то результат, они начинают ездить, они получают признание, они начинают выпускаться, начинают зарабатывать, и могут даже существовать исключительно за счет своей творческой деятельности, что, в принципе, является, наверное, наивысшим благом, да, когда ты можешь заниматься музыкой, и больше ничем. Мне кажется, что здесь, вот это мы возвращаемся к вопросу, если ты долго что-то делаешь, что-то в любом случае, как бы, есть, 10 тысяч часов, да, 10 тысяч часов, вот, это, как первому, но, но при этом, безусловно, как бы, сделать нужно еще очень много всего, то есть, журналистика музыкальная, вот, что есть Илья, да, но это единицы, их просто, как бы, этих людей практически нет, там, афиши, это просто, там, тоже, очередной позор, ну, и так далее, ну, всем эта проблема очевидна, у нас нет музыкальной журналистики, у нас что-то случилось со школой музыкальной журналистики, у нас почему-то неинтересно людям, они не могут глубоко, как бы, копать, и интересно рассказывать о том, что происходит вокруг них, то есть, почему-то о нас начинают писать первыми не русские люди, а иностранцы, ну, это, конечно, фатальный, но, я надеюсь, то, какой-то, опять же, я вижу движение в сторону улучшения, то есть, появляются какие-то люди, и усилиями, там, Ильи, я надеюсь, то, что, хоть и Mixmag, там, это не свое, там, при этом, заимствование, но при этом, это может во что-то свое вырасти, вот, я в это верю, вот, ну, и третий пункт, это менеджмент, я очень согласен в этом пункте, насчет того, что у нас проблемы с менеджментом, и, ну, вот, я очень хотел бы, там, лейбл, в том же, в том же случае развить, то есть, одна из моих стратегических таких задач, это музыкальный экспорт, то есть, конкретно, то, чтобы наши люди начали ездить по миру, выступать, ну, потому что я знаю, что они могут делать, и они действительно крутые и уникальные, вот, но нужно, чтобы эта машина работала, и, как бы, вот, я, например, ищу партнеров для того, чтобы сделать госбукинг качественным, классным агентством, которое будет системно работать с нашими музыкантами, вот, ну, то есть, нужно больше лейблов, больше менеджмента, и пуль журналистов, и, как-то, мне кажется, все это вместе должно сработать. Спасибо. Мне кажется, что тут еще проблема в том, что, чисто экономическая, мы бедная страна, и внутренний спрос у нас крайне маленький, люди, это знают точно гастролирующие дизжаки, вроде городов много, 14 городов миллионников, 14, да, 10, ну, короче, полтора десятка городов-миллионников, в которых, дай бог, один клуб, ну, уберем, значит, столицы, существует, дай бог, один нормальный клуб, как бы, и артист должен сначала где-то вырасти, а вырастает он, вот, играя, наигрывая все эти 10 тысяч часов, должны быть какие-то клубы, должна быть, как-то формироваться какая-то сеть сцены, но даже на Миксмаге, вот эта серия статей с обреченным названием выжить в регионах, где люди реально бьются, да, вот, Наташа, спасибо за это большое, вот, и, как бы, они бьются, и, но при этом, как говорил тот же самый Юрий Усачев в интервью для Миксмага, он рассказывал, что, говорит, что мы стали, показали пример, что, оказывается, на русском языке можно драм-н-бейс, например, и никого это не будет корежить, просто главное сделать очень правильно, но мне кажется исключительно, вся проблема, значит, русской сцены, конечно, не как Захар Майбел, что там проблема в музыке, да, вся проблема в том, что чисто экономически, очень маленький внутренний спрос, рынок, и можно же жить, теоретически, если бы была развитая страна, ну, значит, за этой всей этой историей, за экономикой следует культура, когда люди бедные, и они там, я не знаю, ну, как бы, все в кредитах, да, производят, но я на самом деле бедные-небедные я бы поспорил, потому что, ну, происходят всякие разные культурные явления вообще в целом, но все равно они как бы такие-то, ну, это просто это период, да, то есть мы были одними, сейчас мы становимся другими, у нас были всплески сразу после того, как мы извинились, да, я имею в виду, да, прямо постсоветский период, и сейчас, на самом деле, я вот, не знаю, я хочу с оптимизмом на это смотреть. Да, да, все хотят тут. Да, да, я хочу, и я смотрю, как с оптимизмом, как в то же время, да, вот у нас новое поколение появляется, и опять же у нас появляется первое непоротое поколение появилось, которое начала ходить в клубы и плясать по 15 часов. И музыканты, и появляется... Не поротая, а не упоротая. Безнаказанно. Безнаказанно, да, безнаказанно. Я снять, продолжу. Появляются, соответственно, и музыканты, и появляется появляется ощущение себя, да, как единицы, я имею ввиду, каким музыкантом, в том числе, и у бизнеса, который вам не занят музыкой, и у издательства, ну так далее. я думаю, на самом деле, что это какой-то период, да, и если честно, я думаю, что мы вообще вот в этом плане сейчас находимся четко как ты захотел обозначить в каком-то ренессансе. Мне кажется, это период накопления капитала. Да, период накопления капитала и такого как бы хорошего, правильного расцвета, потому что в том числе и интернет-технологии, в том числе это мы создаем, но не дадут остановиться. То есть это будет развиваться, если будет развиваться культурная среда, как правая, мы там смотрим не тот же в Москве, который находится, и это довольно уже как бы тонкий сегмент, как бы, он не такой, что он прям супер-майтер, какой-то супер-активный, собственно, понятно. И это востребованность уже есть, да, если оно уже есть, то есть больше. Ну да, нужно время. Я от себя хотел бы добавить, что еще чего не хватает, это какого-то каких-то образовательных инициатив, передача опыта между людьми, связь между поколениями. у нас вообще получилось так, что какой-то гэп образовался между электронными музыкантами, там, скажем, середины, конца 90-х, начала 2000-х нашего поколения. Я лично, ну, как бы, мне очень интересно, что там, потому что там были интересные мысли, там, и в 90-х, и в начале 2000-х, и утерянный некий линк между людьми, можно сказать, одного цеха, и мне кажется, что можно было бы придумать что-то, что как-то усилило бы передачу знаний, опыта и взаимодействия такого культурного в среде. А я вот хочу заострить внимание на то, что, ну, из прошлого, да, взгляд, лет 10 назад Калининград можно было считать брек столицей России, потому что там это было на масштабном уровне, очень большом. Какое там, население там, мне кажется, 1600, да? Да, не миллион. Это было массовое такое, ну, очень было на высоком уровне. Примерно в то же время Нижний Новгород был техно-столицей, если ты помнишь, не знаю, потому что там это тоже было на массовом уровне. Несколько, да, там, клубов, промокоманды. да, это было прям во всем городе происходило и так далее. И после этого, я не знаю, в принципе, ни одного музыканта, брекс-музыканта из Калининграда или техно-музыканта из Нижнего Новгорода, кроме Монбима, который из Нижнего Новгорода, да? Ну, в смысле, не то, что они техно-музыканты, а про то, что эта история, она не возродила ни одного музыканта этого направления. Это плохо. И надо, влятываясь в то... И спорная сцена. надо делать выводы и просто воспитывать каких-то артистов, потому что, в принципе, тот же хайп был и в Румынии, когда это все зарождалось. Но почему-то там появилась сцена и свой саунд опять же. Но я думаю, что у нас будет больше и несколько разных сцен. Ну, мы стали опытнее и мы должны, разумеется, на это обращать внимание. Согласен. Следующий четверть века точно будет полетом в космос, поскольку люди, которые здесь сидят, они копят материалы, готовы им делиться, устраивают вечеринки. И я точно знаю, что кто-то среди сидящих здесь точно устроит свой фестиваль, свой рейв, придумает клуб, формацию, платформу. Mixcloud поможет значит, все это озвучить. в общем-то, блин, большое спасибо, времени, мы и так уже заехали. Осталось еще время на коротеньке. Ну, давайте. Добрый вечер, Алексей. Отличная дискуссия, все обозначили острые места, высказались, это очень ценно. Хотелось бы понять позицию каждого относительно индустрии в целом, потому что у каждого есть своя ответственность, все понимают, все давно в теме, понимают, что делать со своими проектами, со своими детищами. Но есть и общая история, такая индустрийная. И Эльдар уже начал немножко говорить именно в этом контексте. Хотелось бы услышать и других тоже. Какая ответственность, как личное ощущение того, что можно было бы сделать, что бы хотелось сделать для электронной культуры в целом. Такой вот созидательный элемент. Может быть на уровне фантазии или пожелания, так скажем. Спасибо, кто ответил. Это достаточно комплексный вопрос. Я буквально только верхушку его затрону, потому что развитие сцены зависит от того, моим каким-то внутренним ощущениям. Во многом зависит от музыкантов. Соответственно, для того, чтобы музыканты развивались, они должны заниматься музыкой. А для того, чтобы заниматься музыкой, им нужно было зарабатывать на ней. И мне бы, допустим, очень хотелось, чтобы наш рынок позволял тем людям, которые занимаются музыкой, которые делают контент, как минимум оправдывать свои ожидания финансовые, чтобы они спокойно, не думая о хлебе, могли продолжать этим заниматься. Таким образом у нас будут появляться как минимум сытые музыканты, а сытый музыкант это всегда очень важно. Как же голодный художник. Да. Приток и средств индустрии. Да, да. Я, поскольку от СМИ выступаю, наша цель была в пропаганде. Мы пропагандируем культуру, поскольку часто достаточно тебе приходится объяснить какие-то банальные вещи, что это на самом деле не наркоманы, что это от наркотиков. Я не знаю, откройте, я не знаю, лайф-ньюс и посмотрите просто, где кто умирает, кого где пристрелили и прочее, но они точно напишут про это. Мы про культуру, мы хотим заражать, что эта культура не появилась сегодня, что у нее гигантские корни, что ты можешь сегодня слушать техно, а завтра тебя накроют, и ты откроешь для себя новую музыку, которая была записана в 70-х, и ты из этого нового что-то для себя поймешь. И, то есть, как бы такая, мы для себя сформировались, что это вот, ты отусил, в понедельник включил, и ты дальше в клубе находишься, но в очень приятном клубе с клевой музыкой, отборной, то есть, такая, вот как бы, то есть, дальше продолжаешь жить в том же темпе, она играет, тут тебе работают, все, как бы, все для тебя делают, для человека, который хочет понимать, что мы не приверженцы андеграунда или еще что-то, просто, как бы, за какой-то красивой историей мы все пытаемся поженить Alie Fitcher People с PPF, ну, как бы, чтобы это все было один-то, что это разные стороны, как бы, нарвать ярлыки, так сказать. Ну, да, чтобы без ярлыков, просто нравится тебе Армен Ван Берун, ну, вот тебе Армен Ван Берун, нравится тебе, я не знаю, Ларри Ливан, вот тебе Ларри Ливан, или там, Госзвук, например, у нас первая большая была статья, значит, мы начали с чего, это вот гигантская статья про Госзвук, что это такое, почему, то есть, как бы, такая история. Мы, мы, короче, пропаганда, не сурковская, но... Спасибо, спасибо, что не сурковская. Да. Ну, мне, наверное, сложнее, чем остальным, да, ответить на этот вопрос, потому что мы, вроде бы, просто магазин, купли, продажи, ничего другого, но... Со своей стороны, все равно я понимаю, что мы, у нас есть рычаги какого-то влияния, как минимум, у нас налажен вот этот обучающий процесс, да, когда мы обучаем людей диджейскому искусству, или там, написанию музыки, ну, и кроме того, опять-таки, в силу исторических каких-то наших традиций, продолжаем поддерживать культуру винила, ну, наверное, это какой-то небольшой, наш вклад, который мы, кузница кадров, по-прежнему делаем, да. 18 лет все-таки существуете. Ну, мы, в свою очередь, к тому, что было сказано до этого, я полностью разделяю мнение коллег, ну, помимо этого, я хочу добавить, что мы должны насытить наш город, и, в принципе, страну, ну, я не буду говорить больше про город, событиями, и чтобы их было много, и у комитетов культуры, там, у всяких разных чиновников, это все ассоциировалось с какими-то масштабными историями, и было больше туристов в нашем городе, и надо облегчать возможности проекновения в нашу страну, нашим странным туристам, это положительно скажется и на туризме, на всем, и на бюджете нашего города, а потом уже и всей страны. Это такой путь, да, к административному признанию, действует, действительно. Ну, так и надо сделать, обязательно, потому что лутиный туризм, это стополагающий сейчас механизм для зарабатывания денег большими городами. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы как клуб собираемся продолжать в таком вот ежедневном практически формате работать, потому что, например, фестиваль, там, Present Perfect, он не каждый день, вечеринка, special case, но не каждый день, а мы, ну, наша миссия работать каждый день, мы закрываем вот эту нишу, и как бы, ну, нужно продолжать это делать. Плюс, ну, если о планах на будущее, то у нас, конечно, есть определенная комьюнити музыкантов и диджеев, которые постоянно выступают у нас, и все время вот хочется, ну, видимо, в будущем мы этим займемся очень скоро, сделать какой-то, видимо, лейбл, как-то объединить всех, чтобы все работали над одним общим проектом, в том числе и музыкальному, не только клубом, ну, не только как над клубом. Я, извините, я еще раз взял микрофон, просто я немножко неправильно понял вопрос. Мое первое выступление это было все-таки немного лирики, да, потому что, как от себя, так сказать, это чувство, а я, как понял, нужно от своей, так сказать, отрасли это все сказать. Вот, и если продолжать тему фестивалей, вот, то очень хочется, чтобы как можно больше артистов получило возможность самовыразиться, и чтобы фестивальные платформы становились местами для объединения людей, потому что безумное количество людей в этом году было задействовано в организации фестивалей, и каждый из них сделал очень много всего, то, чтобы мероприятие состоялось, и начиная от диджеев, букеров, которые мне помогали, были люди, которые, в основном, с техническим продакшеном, барменом, безопасностью, куча людей, и было бы классно, чтобы фестивали продолжали развиваться, но я абсолютно не против того, чтобы там в городе было их три или четыре, если действительно доставлять людям такой количество положительных эмоций, находиться внутри вот этой вот системы. Коллаборация это основной инструмент культурного развития. Ну, не каждый. Большое спасибо всем вам, что пришли. Продолжение. А теперь дискотека. А на первом этаже, на минус? Да, на первом. На первом этаже, да, Шанти Селеста, маэстро Хупыч встал уже за вертушки, какие-то биты, наверное, уже там пошли. Давайте спустимся и в более непринужденной обстановке обсудим разные аспекты. Спасибо большое. АПЛО tongues. Спасибо. АПЛО chances.